Алло! Алло! Видно? Видно, да! О, батюшка! Добрый день! Добрый! Ну, что, говори, как там у вас православие в Киргизии живет? Ой, сейчас звук сделаю. А меня слышно? Нет, что-то тихо сидит. Хорошо слышно, хорошо. Да слава Богу! Потихонечку как живет. Как и везде в православии. Ух, не скажи, как везде. Везде по-разному. Ну, это исключение, наверное, в Африке и в общем. Епископ-то приезжает к вам новое? А он-то у нас в этом, в Бишкеке, да. Но он редко. У вас-то был на приходе? Да, был. На праздник проезжал. Ну, разница-то есть, то, что был в Феодосии и этот? О, конечно! Этот такой прямо хороший. 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 А чем хороший-то? Ну, не злой такой. Мне кажется, не такой вот он сребролюбивый, как тот. Вот тот прямо наглядно. Деньги, деньги, деньги. Давайте деньги. Вот это вот больше выручка была. Ну, вообще, такие вещи говорил. А этот что-то не все деньги забирает, оставляет немного. А я не знаю вообще, сколько там он берет, сколько оставляет. Меня это не касается. Крышу покрыли, за свет заплатили, не должники сейчас за свет-то? Нет, так сейчас все там, вот эта матушка там коврами услала, церковь там все. Этот отец Андрей, ой, Александр Белоусов, он поклон тоже вам передает, я передавала ему. Белоусов, это из города? Да, у него много ребятишек. Да, да, он со старообрядцев. У него там родители старообрядцы были, что ли. Да. Ну, он после инсульта, тоже у него речь стала не очень хорошая такая, но он, как мы говорим, верующий. А как ты его узнала, как встречалась с ним? Он приезжал к вам? И он у нас служит сейчас. Да ты что? Он у нас вот сейчас, его этот как поставил, Феодосий, вот этот, и он теперь у нас. Ну, так вы разговаривали как-то, он помнит меня, знает? Он плохо, так. Говорит, он больной, он же у него, этот, саркома, как вот, рак в какой-то степени. Он служит, служит, потом ему вот плохо, он на коленки встанет, вот так вот. Он совсем плохой такой, вот это, худой, худой. Ну, ну. Он жил в доме, где Цум был, в Цуме, где Цум в этом доме он жил. А, ну, я не знаю, где он жил. В центре города жил. Ну, так вот, Роман приезжал, пришли в церковь, он подошел. А это чей, спрашивает? Ага. Гости. Ну, так, что никого без внимания не оставляет. Кто придет, молодые, он их, подходите там, ну, как может, так рассказывает, что надо каяться, надо вот это вот, для Христа жить. Ну, как может, так и говорит. Ну, да. Ну, хорошо. А сколько у вас от воскресенья в рядовое на утром на литургии, сколько бывает человек? Ой, ну, человек 20. А вечером в субботу? А вечером человек 5 или 3. Ты что, в храме, что ли? В храме, да. Так, а он, батюшка, вечером-то служит, вечером и утром? Вечером и утром, и еще на неделе служит, много служит. А-а-а, вон как. Только никто не ходит, толку-то, что ли? А я был в Белоруссии, и на один приход пригласили нас, поехали мы. Там они, у них праздник был, значит, день освящения храма. И они этот день чтят, и каждый год там его празднует этот день. Вот. Где мы остановились у батюшки, это Хатислав, это километров 160. И вот там поселение, где-то примерно 1200 человек в селе. На литургии было 450 человек. Вот это да. Вот это да. Хор у батюшки, сколько в хоре поет? 45 человек, хор. 45. Да, молодые такие мужчины. Я спрашиваю, а как вы это содержите? А нет, это никто, это все любители. Я только псаломщику немного плачу, чтобы он это... А это нет, это все просто так приходят и поют люди. Вот как-то сумел? Вот как так сумел? Вот так вот как-то сумел. И бабушки, смотрю, вышли, когда с храма-то, я смотрю, возле храма больше сотни, наверное, велосипедов. Смотрю, бабушки такие, 60 лет больше, потихоньку, потихоньку, она села на велосипед, крутнула, поехали, и все на велосипедах. Велосипедами... Как Германия. Вся ограда была обставлена велосипедами, я такого нигде не видел. Больше сотни где-то велосипедов, наверное. Вот так вот. Вот так вот. Вот могут как-то так они? Вот могут. У меня Катя здесь опела, но потом в городе, в городе хоть это пойду, надо же на дорогу зарабатывать-то ничего. Да лучше бы не ходила. Ушла и все. Ушла в церковь петь, это все пропало. Вот так вот. Это как же так? Ну, думала при церкви все-таки это... Наоборот, считай, что кто на клиросе поет, это как бы они уже на несколько ступенек выше... Ну, не на то, что там на несколько ступенек, но то, что как-то вот при церкви все-таки там, ну как вот, все-таки не поет же на какие-то там такие разрадные песни, а поет все, как с детства пела, с мальства еще говорить не умела уже пела. И вот, пожалуйста. А там все неверующие получилось, что там так. Ну, так она не в тот хор попала-то, видишь-то. Но в главный архиерейский называется. Так архиерейский хор-то это как раз самое такое. Там все в филармонии, они могут во время это, я знаю хорошо, перерыв есть какой-то там, пока они поют, они могут выйти покурить, между песнопениями там выпить. Ну, покурить-то выпить, но вот не обязательно. анекдоты порассказывать во время службы. Потому что там поет хор и архиерейский, и поет такой, простой. Пока простой поет, а архиерейский в это время там другим занимается. Есть такие тоже. Но это не, что, это не должно быть. Да не должно быть. Соблазняться на этом. Ну, вот соблазняться над этим. Не знаю, я прям тоже, я вначале так вот это самое, а потом думаю, зачем я туда отправила, зачем вот это разрешила. Лучше бы куда-нибудь вот играть бы просто куда-то, в мирскую выходила бы, и то бы лучше, больше страху было, чем там. Там, глядя вот на все вот это, она говорит, я тебе... Ты благословила туда идти не то, что не славить Бога, а все-таки было первое, это что? Чтобы что-то на дорогу заработать куда-то, так? Ну, а как? Ну, да. Вот так вот. Ну, везде, везде платят. Если всем платят, почему бы человек верующий пришел петь, почему бы ему не платить? Здесь она сколько лет пела бесплатно, все. Слушай, я давно знал, допустим, во Фрунзе, у них там баптисты, община полторы тысячи, у них на хор полторы сотни хористов поют, и ни одному не платят. Ну, потому что так, всем не платят, всем и не платят. Все не платят. Они считают, что если в хор попасть, это не каждый туда попадет, это за великие там, какие уже ревность в служении к Богу, только в хор можешь попасть. Если она чуть-чуть провинилась, ее раз из хора исключили. Это считают великим позором. Как? Вчера была в хору, а сегодня вместе со всеми на скамейке сидит. Бог, а как это? Могли эти сектанты сделать? Вот так. Вот так вот. Ну, у нас есть общины, где ничего, поют ли, что, пришел на службу за то, что ты помолился Богу, давай мне за это, плати. Да как это? Совсем никак это. Не, ну, если бы вот всем нет и нет, а если вот кому-то платят, а кто-то, поэтому никогда не надо было. Если бы ты позвонила и сказала, братка, как, благословишь мне тут пойти туда, я бы сразу сказал, да ни в коем случае. Нельзя туда идти, в этот хор. Никак нельзя идти. А ты же не спрашиваешь благословение, не спрашиваешь. Не спрашиваешь. Не спрашиваешь. Чтобы было узнать, воля есть, нет Божия, вы должны бы посоветоваться с опытными в духовной жизни, там, в церковной жизни. Уже... Ну, батюшка благословил, который тут в тот раз отец Андрей был, они-то все там ее... Так, сегодня где отец Андрей сегодня о ее душе спасения заботится? Да кто заботится? Ну, как они заботятся? Они как все заботятся. Чаще причащайся, чаще исповедуйся. Ну, чаще причащайся, чаще исповедуйся. Ну, так если он ее, за ней, значит, дорогая ему душа, то он сегодня должен спросить, а где же она есть-то? А он там, он в соборе, где она есть? И он там, и она там. Она утро-вечер поет, и что? И сейчас поет она там? Да. Ну, а что ты расстраиваешься, раз она поет? Другого, в духовном состоянии, что совсем стало не то, что было. Был страх какой-то, было вот, все. А сейчас вот это все насмотрелось, а все на это, говорит, это, говорит, просто, как она сказала, организация, бизнес, в общем, как-то, что деньги собирают только, деньги, деньги, это такой поток денег. Ну, так и есть, но если она верующая, полюбила Христа, невеста Христова, это ее нисколько не должно даже смущать это. Это всегда было, еще в первое только, христианство только-только начиналось, и уже это все начало, уже разделения между верующими были, не могли пищу разделить, кому больше давали, кому меньше. Нет, но батюшка, все понятно, но видят, какое отношение батюшек, там вот эти прислужники, анекдоты, там вот это все, говорит, это говорит вообще. Все это есть. А если бы это бы не видел, все равно, когда вот внизу стоишь, вот так вот молишься, и когда там находишься, день и ночь, там стоишь, и как будто вот он вышел, и да, вот он святой, и все, а когда видишь там, чем он занимается, и потом вот это думаешь, как вот это, а вот молодые, 18-19 лет, ясное дело, они это все, а ты из этого по-другому скажи, что да, вот смотри, так занимаются, это в церкви нашей, и однако, все-таки, совершаются здесь таинства, и люди идут, верят, значит вера наша все-таки самая крепкая и истинная, что это же все эти беззакония, которые есть, а вера стоит, и люди спасаются в ней, в этой вере. Ты по-другому немножко, так вот рассуждай. Ну говорю, как могу, вот и все. Так, еще что там у вас? Еще тепло. Еще не поехал это? Приглашал? Да, батюшка, ну как, что я поеду-то вот прям? В понедельник сестры поехали в Томск, едут в Томск. Набрали гостинцев, петухов, там всем по петуху, все набрали. В Дусе заедут? Обязательно. Ну и будет встречать там Марфин сын, а потом они там уже поедут по гостям уже будут. Поедут там по гостям. Обязательно они как всех, говорят, племянников, всех. А потом обратно в Потеряевку или Ирина домой? Нет, вернуться туда, обратно вернуться. Катаются? Ну а что им? Пенсионерки. Ну это везде так. Взять, допустим, на пенсию вышли, где в Америке или в Японии. Там они пока работают, когда люди, то они никуда не ездят. А как на пенсию? Если бы дети не помогали? В Москве смотришь, где иностранные, допустим, туристы. Там в основном пенсионеры, молодых нету. Молодые работают. А когда на пенсию, а у нас наоборот. Бывает. Вышел на пенсию, все, на 6 тысяч попробуй, проживи. Ну так вот я и говорю, дети бы не дали, она бы не шибко накаталась. Ну так ясно, что. Ну ясно дело. Мне вот кто? Никто не дает, так я раз в год только съезжу. И то на меня какой ропот. А дети бы были у меня, все бы давали, так я бы ездил, знаешь как. Или последние бы отобрали. Кто его знает? Вам хорошо с Ириной, вы дочерей повыдавали за границей-то? Ну? Ну и что? А что что повыдавали? Как Павел Ирине говорит, тебе хорошо за границей, тебе доллары, сумка, сумками возят? А тебе евро, наверное, с Германии тоже сумками возят? Нету, нету. Вася тоже обижается, говорит, могла бы послать, могла бы там это. Но они сами там еле-еле. Это такое понятие, вроде за границей, так прямо им там сумками каждый день евро спускают. Нету такого. Стоило ли выходить таких-то и здесь бы вышли там замуж? Уж выходили в заграницах за миллионеров бы, чтобы могли бы нам комбайн купить, там что-то трактор, что-то. Дорогу сделать, а то выйдут в такую же нищету. Ну, что же делаешь такие? Помолитесь на Надю, Надя второго ждут. О, ну, хорошо. Ладно. Что-то хотел спросить и забыл уже. Вот тот старый-то дом, мамки-то там кто? Квартиранты живут? Да, квартиранты там живут. Квартиранты. Ну, вот видишь, вы квартирантов держите, еще получаете. А сад-то целый там хоть? Что-то есть еще в саду-то? Да, есть. А бочки, которые Павел закапывал-то, не выкопали там никто их? А кто бы их куда выкапывал, так и стоят. Так стоят там, вот. Может, вернется Павел. А из старых деревьев, которые были в нашем саду, толстые, ни одного уже нету, да? Есть. Есть еще? Что-то есть. Приезжайте, вот приезжайте в гости. Ну, некогда нам. Мы при делах все. Мы при делах. Мы при делах. Нам некогда ездить. Мы все при делах. Ну, что? Мы видели, как в этом году работали, вон, Игнатий, там работали, там ужас. Это работа такая, гигантская работа. Ужас, ужас. Это вообще немыслимо прямо. Ну, вот немыслимо, а мыслимо. Сделано. Сколько, посмотри, там это, сколько только деревьев перепели. Больше трехсот. Ужас. Говорят, ты, говорит, нам спили там несколько деревьев. Говорят, небольшие, толстенькие. Ну, я беру пилу, пошел, спилил там деревьев. Еще маленько, еще маленько, еще маленько. Ну, вот еще несколько. Как мамка говорила, не каждый день такие счастья давайте. Бензин в пиле кончился. Он говорит, ты иди заправь, говорит, да еще. Я говорю, у меня тоже кончился бензин, у меня кончился. Все. И так несколько раз. Это только я спилю, свалю, а им надо их обработать, вытащить на берег эти все деревья-то, убрать, ветки вычистить это все. Ну, молодцы. Это вообще-то. Это просто действительно силы такие только Господь мог дать. Это уже вообще вот так вот. А как бульдозер работал там это. Бульдозер работает. И, знаете, их с этим, с часами рядом стоит, и у него метр. Он считает, сколько шаг бульдозер проработал, останавливается. Он считает, ага, это не работал время, это работал. То есть, все. Ну, а как? Деньги платим, не просто так. Вот все бы так бы делали, все бы было это. А то деньги заплатишь, а греет. А потом ему деньги, когда дает, выплачивает ему, и все это снимает на видео. Сколько дал, как он расписывается. Доволен, да? Доволен. Все. Чтоб не было потом разногласий или ропота какого-то. Вот. И все. И теперь это все, это отчет тому, кто помог это сделать. Чтобы видно, что деньги-то мы не проели, не протратили, а пустили все в дело. Так бульдозериста позвонил, поинтересовался, как у нас дела, я говорю, все равно к вам еще приеду. Ему понравилось, наверное. Бульдозеристов тоже. Так понравилось, конечно. Здесь, говорят, одни говорят, так, говорит, его там Игнать Тихонович, как бы он не сбежал. А другие говорят, сбежал. Да его сейчас, говорит, выгоняю, он еще скажет, давайте я еще у вас поработаю в месяц. Что его? Утром ему завтрак принесут, в обед принесут, вечером принесут. Это бульдозеристу. Бульдозеристу. Дома, наверное, так не заботились. Конечно. Вечером его в бане напарят, там это все. А Галя приносит сейчас мне, говорит, вот, говорит, еще пельмени остались, говорит, от бульдозериста. Там пельмени стряпали мы, остались, говорит, еще пельмени. Он только одно сказал, говорит, меня дома не узнают, растолстел, говорит. Спокойно, никто не пилит его. Нет, ничего. Но он все не нарушал нигде. Курить его никто не видел, где он курит. Даже я с ним, с начала, в потемках возвращались, и я его не видел. Он в кулачок, я сказал, вот, твой трактор, внутри это твоя территория. И он нигде не нарушил, никак, ни одного слова плохого не сказал. И все, что покажешь, вот у Надежды Васильевны, там сколько корней деревьев, он расчистил площадку, там сейчас для арбузов только, да мы там вокруг-то все выпилили. Это сейчас на арбузы, там можно что угодно сажать. У нас в потеряевке арбуза, у Ирины Устиновой, вот такие арбузы вырастали, вот такие, и красные. Ага, мы видели. Вот такие вот арбузы, большие, ну как вот в Киргизии, такие арбузы вырастали, но они рассадой садят. Так у них усыпан весь огород был этими арбузами. Земля плодородная еще. Земля плодородная, они хорошо поливают, там ребятишки, у них там наряд выдают, они там по наряду поливают все. И вот у них так. А помидор это несчетно было сколько. И у нас тоже были, но у нас поменьше, конечно, там. Так, а у них все это хорошо растет. Как матушка там? Как ее здоровье? И что, они с Надеждой Васильевной строят, там что-то стучат, где-то одно... Ирина... Так они что, и Надежда Васильевна в Потеряевке? Приехала сегодня, приехала со мной, приехала здесь. Все. Приехала. Я говорю, оставайся на зиму-то здесь. Нет. Мне муж сказал, чтобы я была рядом приезжала. Я говорю, да перестань ты, муж, дайте ему отдохнуть, сижу и живи. Нет, я должна слушаться. Ну, должна, но я говорю, пока этого не видно в тебе нисколько, чтобы ты слушалась. Ну, едет же, слушается. Ну, да, едет, потому что она уже соскучилась по городу. Она любит, сейчас она сегодня пойдет там по гостям, где по подругам каким-то. Все уже. А там... Всех проведывать надо. Ну, тоже хорошо. Ну, ничего. Ходят. Поклон передавайте им. Матушке, Надежде. Ну, ладно, всем вам. Мы как-то с пруда идем и смотрим. Надя подает доски, а матушка на крыше. Супает там шипер-то и долбит, только стукаток идет. Ну, я скорее послал Никиту, Володя там, посмотрите, чтобы снять-то их, а то грохнется. Так снять как? Помочь слезть или на камеру снять? Как грохнется? Нет, с крыши, с крыши, конечно, снять. С крыши, с крыши. А если снимать видео, а она боится видео, она сразу грохнется. Она спрыгнет с крыши сразу. Мы видели, как она подметает. Хорошо подметала амбар. Она себе думает, что так она красивая, а на камеру, когда снимает, то вещь на камере некрасиво получается. Поэтому она... Почему? Красивая бабушка, хорошая, стоит с веей, с метлой, так метет бодро. А тут начали снимать, она раз повернулась и ушла. Вот. А где? В складе, наверное, где все равно там было, да? Да, да, да. Ты сам сказал. Она не уходит. Ты говоришь, начни снимать, она уйдет. Я пищила, она сразу убежала. Убежала. Ну, ладно. Всем вам. Храни Бог вас. Спасибо. Христос. Для добрых дел. Слава Боже.